Дорогие друзья, в этом году, благодаря моему другу детства, который пришел ко мне домой с видеокамерой 4K, я решил возобновить добрую традицию новогодних поздравлений. И хочу поздравить вас с Новым годом. И как обычно, перед Новым годом принято вспоминать, чего хорошего было в прошлом году. И мне хочется отметить три вещи. Во-первых, я для себя открыл программирование Ардуино и микроконтроллеров. В детстве я увлекался электроникой, любил собирать какие-то цифровые устройства. Но когда я попробовал сделать что-то сейчас, я был искренне удивлен, насколько далеко шагнула любительская электроника. И любой человек, в общем-то, не владея паяльником, может собрать очень серьезные и интересные устройства. Нужно только немного уметь программировать. Поэтому, если к этому добавить возможности 3D-печати, что из 3D-модели можно практически любой свой замысел воплотить в какую-то физическую вещь, напичкать ее электроникой и сделать, по сути дела, прибор, которого раньше не существовало и которым могут пользоваться люди, то мы видим, что это уникальные возможности для творчества. А площадки типа Kickstarter, они еще позволяют найти под это дело финансирование, запустить это в производство и таким образом очень сильно менять мир вокруг нас. Второе, что очень важно, творчество – это уникальное чувство, потому что, когда мы что-то делаем, мы чувствуем себя почти что богами. Мы можем воплощать все наши идеи в реальность. И это чувство, оно дарит нам много сил, много радости, много счастья. Мне очень повезло, у меня творческая работа, мне приходится много интересного делать на работе. Но чем бы вы ни занимались, можно найти для этого возможность и сделать это творчески. Я хочу пожелать вам, чтобы в новом году было много возможностей для творчества, потому что только творчество может сделать вас по-настоящему счастливым. Общество употребления и та жизнь, которая нас призывает с экранов телевизора, она не поможет вам стать счастливым. Наконец, очень важно делиться этой возможностью творчества, этим счастьем с окружающими. И мне хочется вспомнить акцию «Час кода», которая прошла в этом году, и к которой мы, как Майкрософт и я лично, приложили достаточно много усилий. И в рамках этой акции почти что миллион детей в России попробовали себя в программировании и почувствовали, какова радость от этой творческой профессии. Я надеюсь, стали немного счастливей. Поэтому, если вдруг у вас есть дети, если вдруг у ваших соседей есть дети, с которыми вы встречаетесь на лестничной площадке, показывайте им, каково это быть счастливыми творческими людьми. Потому что тогда мы сможем жить в обществе, где много людей счастливы, и которое постоянно меняется к лучшему. И мой тост в Новый год об этом. Мне хочется, чтобы мы с вами жили в обществе счастливых творческих людей. С Новым годом, дорогие друзья! Новый год хорошо проводить с друзьями. И мы собрались с друзьями в антикафе Geek Time, для того, чтобы коротко поздравить вас с Новым годом. Всем привет! Поздравляю с Новым годом! Желаю вам в Новом году реализовать все ваши идеи, которые вы откладывали на будущее. Для этого вам потребуется немножко терпения, много удачи, капелька смелости, чего я вам и желаю. С Новым годом! Счастье и найти себя, и не потерять, и каждый день развиваться, каждый день находиться в поиске, потому что это безумно интересно, и в этом, мне кажется, есть цель нашего существования. И в этом году я желаю всем активности, творчества и невероятных идей и их воплощения. Замечательных впечатлений и новых знакомств. Желаю всем, чтобы в этом году у каждого было столько приятных впечатлений, чтобы потом, когда будем встречать новый 16-й год, можно было до самого утра вспоминать, и они не заканчивались. С Новым годом! С Новым годом!